Проект с простым и емким названием «Пуговица» относительно молодой. Он существует всего год. Но за это время в музее Державенского скопилось больше тысячи экспонатов из 25 стран мира и 11 регионов. Вера Орлова уже сбилась со счета подаренных комплексу пуговок разных эпох. Особенно цена вышивка с пуговицами мамы слева, папы справа и самой Веры Дмитриевны посередине. Ее женщина сделала своими руками. Вот это английская пуговица начала 20 века, латунь, штамповка, серебрение. Из нее уже сделана бутоньерка для фестиваля Модерна. Носились такие пуговицы в связи с тем, что демократизировались платья, и женщины уже не пользовались горничными, не шнуровались на спине. Поэтому застежка спереди, вот бабушка в платье с двумя этими пуговицами. Просто мы с сестрой их на память поделили. В коллекции музея пуговки из речных ракушек. Они очень хрупкие, но тогда стоили совершенно недорого. В домах их было более чем достаточно. Пуговички, обтянутые тканью, в 60-х использовались при пошиве мужского нижнего белья, наволочек и пододеяльников. В жизни человека есть некоторые мелкие вещи, на которые он в повседневности не обращает внимания, но они на самом деле очень ярко отражают его повседневность, ярко отражают жизнь. А поскольку эти вещи существуют в сравнительно длительный промежуток времени, то они отражают эпоху. Проект пуговицы не единственный, призванный сохранить и передать память нескольких поколений. В этих стенах хранится 25-метровый шарф дружбы из кусочков пряжи, присланных из разных уголков земли. Что касается действующего проекта, музей ставит перед собой амбициозную цель – собрать миллион пуговиц. Чтобы поделиться на первый взгляд непригодной в хозяйстве, но памятной вещью, необходимо зайти в официальную группу музея ВКонтакте и отправить сообщение с предложением. Или посетить музей Державенского. Он расположен по адресу советская 181И. Хорошо, если у пуговички есть история, которую можно подарить посетителям. Полина Болтова, Илья Тырс, Ольга Кириллова, Область новостей.